Тайм-менеджмент для мам, как успеть всё. Первое правило гласит, самое тупое действие это успеть всё. Значит, рассказываю на очень простом примере. Представьте себе, что у вас есть шкаф, скорее всего он у вас есть. И вот у вас там куча всякой одежды, да, которую, как вам кажется, вы носите, или которую вы когда-нибудь будете носить, или, возможно, которую вам жалко выбросить, да. И вы, типа, хотите что-то купить, ваш мужчина говорит вам, ну, типа, куда тебе покупать, у тебя полный шкаф одежды, я тебе не дам денег. Особенно печальности деньги даёт на это он, а он, скорее всего, их не даст, не потому что он жмот, а потому что он мало зарабатывает. И знает, что вы всё равно купите и будете всё равно ныть, проблема не решится. Первое правило гласит, что нужно вывалить весь гардероб и безжалостно, безжалостно убрать всю одежду, которую вы, а, не носили уже какое-то время, б, которая плохо на вас сидит, то есть вы её надеваете и снимаете, потому что вам неудобно в ней, цех, с которой вы выросли, вы стали, простите, больше, или, наоборот, где вы похудели, и она стала на вас большая. Там, где есть дырочки, там, где есть катышки, там, где есть пятнышки, короче, всё это нахрен убрать. Слышали про разбор гардероба? Вот, слушайте. То же самое с нашими делами. Вы в большинстве своём не успеваете делать то, что нужно, потому что делаете кучу всякой херни, которую делать не нужно, которую делать не нужно, но вы считаете, что без этих дел никак, поэтому изначально проводится ревизия действий, которые вы совершаете. Важно понять, что вы делаете, выгрузите это всё, все эти действия, как минимум на листок, и внимательно проанализируйте, зачем вы этим занимаетесь. Очень часто люди тратят огромное количество времени, во-первых, на то, что можно было бы сделать один раз в неделю, выделить на это полчаса и всё сделать. Но человек из каждого действия, я же мама, в декрете, мне же нечем заняться, начинает делать какую-то херню, и в результате ни на что умное времени нет. Вопрос второй, а что умное вы хотите сделать? Какая у вас цель? На что у вас должно хватить? Выделяйте для себя ключевые действия, на которые вас должно хватить. И когда у вас есть цель, ваша задача создать несколько шагов её достижения, разбить её на маленькие подпункты, и вбить это в свой график, понять, что вам это необходимо успеть как приоритетная задача. То есть это я точно сделаю, и всё остальное не суть. Постирать смогу завтра, всё равно всё будет грязное, и так далее. В идеале, конечно, для мамы оптимизировать задачи таким образом, чтобы всё, что касалось уборки, стирки и прочей работы, которая постоянно повторялась, делала не она. Делала не она. Поверьте, рабочие силы нынче стоят очень дёшево, а времени освобождает очень много. Потому что загнанная женщина, изнемождённая мать, ничего хорошего, а не даст тебе, б не даст своему ребёнку. Вот, собственно, кратенько вот такая история. Вот, не кратенько приходите учиться.